Добрый день! В эфире онлайн-трансляция телевизионного проекта редакции газеты «Советская Белоруссия. Твоё сегодня». Как мы анонсировали, у нас в гостях заместитель главы администрации президента Игорь Иванович Бузовский. Здравствуйте, Игорь Иванович! Вы относительно недавно назначены на должность замглавы администрации. До этого возглавляли Белорусский республиканский союз молодёжи. Это значит работа с молодёжью. Что в вашей жизни интернет? Что он для вас вообще значит? Я думаю, для многих людей сегодня интернет стал частью жизни. И не в каких-то виртуальных планах. О том, что необходимо сегодня использовать и делать какие-то стратегии в расширении своих, может быть, жизненных подходов к организации своего жизненного пространства. И в частности, по интернету я знаю чётко, что сегодня интернет мне нужен для работы, он нужен для досуга, он нужен сегодня для того, чтобы расширять свой кругозор и получать новостную информацию. Это часть жизни. Игорь Иванович, сегодня у нас масса творческих союзов. Литературных, писательских, журналистских. Скажите, на ваш взгляд, это положительно или отрицательно влияет в целом на качество литературы белорусской? И если говорить о союзе журналистов и если говорить о других общественных формированиях, которые призваны консолидировать творческие ресурсы в Республике Беларусь, конечно же, это хорошо. Возможность собраться, обсудить, повариться в соку своих единомышленников, а может быть и не только единомышленников, это всегда конструктив. И, конечно, если он направлен на созидание. Я всегда это подчёркиваю, потому что можно собираться для того, чтобы, извините за рюмкой водки, просто порассуждать на какие-то приватные темы. И не думаю, что это будет позитив, но если нацеленность в общественных формированиях сегодня в направлении развития журналистики, развития литературы, почему нет? Конечно же, это хорошо. Дорогие друзья, у нас работает интерактивный чат, вы можете задавать вопросы гостям студии, участвовать в нашей беседе. Давайте, мы пару вопросов уже поступило, мы попробуем ответить. Сейчас образ жизни молодёжи всё больше формирует виртуальная среда, это вот как раз об интернете, общение, информация черпывается оттуда. Всем известно, что все последние цветные революции, в том числе и на Украине, получились благодаря социальным сетям. Не замечать этого просто грешно. Какие шаги делает государство в этой сфере интернета и социальных сетей? Мощный вопрос сразу. Его мощь за счёт того, что она исходит в первую очередь от молодого человека, и заинтересованность человека, который ассоциирует себя с государством. На самом деле это заслуживает уважения и благодарности за неравнодушное отношение не просто к своей персональной судьбе, к судьбе государства, и в частности на травец вопрос цветных революций, равно как в сети интернет, так же и в целом в государственной политике, и в молодёжной политике, и в политике Республики Беларусь. Я думаю, разделение здесь может быть такое очень относительное, что делается для того, чтобы не допустить. Поскольку мне кажется, что и для того, чтобы и сеть интернет, и социальные сети не формировали этот посыл, не формировали эти возможности на развитие деструктивных сил, здесь в первую очередь вступает в силу понятие занятости молодёжи, занятость во всех отношениях, занятость в возможностях развивать свои творческие способности, занятость в возможности получить образование, занятость получить рабочее место, занятость создать семью, занятость принимать участие в общественной жизни Республики Беларусь, в государстве. Поэтому задача государства в том числе и через социальные сети, через те ресурсы, которые есть в социальных сетях, предоставить эти возможности, предоставить в первую очередь информацию, позитив создать, не обеспечить, а устранить понятие вакуума, которое в принципе в этой среде не может быть. Вакуум будет всегда заполнен, тем более в социальных сетях, в среде интернет. Поэтому задача государства и то, что сегодня делается, это в первую очередь информирование. Созданы на самом деле широчайшие возможности для молодежи в Республике Беларусь. Я думаю, что просто необходимо информировать молодежь, давать возможность получить как можно больше информации, чтобы она пользовалась. Как раз 2015 год, год молодежи. Что конкретно делается для тех вещей, о которых вы сейчас говорили, что будет делаться? Во-первых, это расширение тех уже имеющихся возможностей, как я уже сказал, и преференций, которые даны сегодня государством как посыл молодым людям. Это возможности и участие в таком понятии, как сутрядовское движение. Казалось бы, это уже сегодня для нас обыденное понятие, и мы сегодня к нему относимся. Хорошо есть. Хорошо такая возможность есть. На самом деле это колоссальное достижение не только молодежного движения, Белорусского Республиканского Союза Молодежи, но и государства в целом. Особенно на современном этапе, когда есть определенные проблемы в экономике, связанные, здесь можно говорить, в международных процессах, в том числе и внутригосударственных процессах. Но предоставить молодежи возможность работать в свободное от учебы время, это большое достижение государства. И когда сегодня мы общаемся с молодежью других стран, они нам по-доброму завидуют. Вот Российская Федерация, которая гораздо позже приступила к тому, чтобы развивать это движение, восстановить его в таком формате, который сегодня есть, сутрядовское движение, они пошли опять же по этому пути, они развивают. Но это один блок, один из таких очень значимых блоков, который в том числе в этом году будет развиваться и получит очередной виток своего развития. Конечно же, это возможности, которые сегодня были предоставлены по запросу, опять же, общественных формирований, общественных организаций. Это включенность в наши проекты республиканские, общемасштабные республиканские проекты, такие, допустим, как «Славянский базар». Это включенность в проекты, которые проводит Академия наук сегодня в научной сфере, то есть «100 дней для Беларуси». И это не пустые какие-то фразы, это реальные дела, это реальные возможности, которые возможны стали исключительно после того, когда было принято решение о объявлении года молодежи, о включении во все, вот не замыкаясь на какие-то отдельно взятые проекты, программы. Скажу так, что в каждом министерстве, в каждом ведомстве сегодня есть поручение, в соответствии с которым планирование работы на год обязательном порядке должно включать раздел «Молодежь». Это колоссальное достижение, когда, допустим, в Министерстве архитектуры, в Министерстве труда, соцзащиты, в Министерстве образования есть понятие раздел «Молодежь». Там, где должны предусмотреть не только мероприятия, проекты для молодежи, но и финансирование. Много говорят о социальной ответственности человека, не только для себя лично, для государства в целом. Ну, вы же понимаете, что сейчас молодежь такая нигилистская немножко, да? Вот каким способом получается и как планируется привлечь молодежь к тому, чтобы она была социально ответственна вообще в масштабах страны? Ну, это процесс сложный и он не замыкается на какие-то отдельно взятые мероприятия. Это процесс, который организован и в системе образования. На данный момент мы инициируем подход даже анализа образовательной системы с постулатов, которые, в принципе, изучают все педагогические работники, все студенты, которые получают педагогическое образование. Потому что образовательный процесс — это учебный процесс и воспитательный. И вот даже с этих АЗОВ подход, который сегодня есть, вот начинается то понятие, о котором мы говорим, социальной ответственности. Воспитание. Воспитание с детского сада, воспитание с общественных организаций, воспитание с трудовых коллективов. Это формирование уважения к семье, к традициям, которые были заложены на белорусской, на земле нашей. Понятие отца, понятие матери, понятие семьи, круга семьи. И понятие иерархии, понятие уважения старшего. А из этого и проистекает и в дальнейшем отношение к иерархии, которая выстраивается, и в госуправлении в том числе. И социальная ответственность оттуда же растет. Поэтому это в целом комплексный подход. И образовательный, и культурный, и процесс экономический, и процесс нравственно-духовный, который происходит в бытовой каждодневной жизни. Предлагаю чуть по вопросам. Единственное, что коротко. Я вижу, судя по вопросам, некоторые хотят вообще какие-то свои личные проблемы решить. Я отрабатывающий и распределительный молодой меньшанин. Скажите, за что у меня два года жизни украли? У меня была прекрасная работа в частной компании, но мне пришлось уволиться и пойти на низкую зарплату в госконтору. Я не знаю, наверное, это вопрос не вам лично. Почему не вам? Может и вам, да? Не мне лично, потому что я был членом коллегии Министерства образования. Разве это незаконно и справедливо? Значит, и до сегодняшнего дня это входит в компетенцию кураторства и замглавы администрации. Вопрос сегодня риторический, так скажем. И, с одной стороны, да, я могу понять того парня, пользователь, гость. Он не представился. Да, он не представился. Значит, и с другой стороны, очень так, тождественно, это все с вопросом, который был до того, социальной ответственности. Мы живем в обществе, и понятие справедливости, социальной справедливости, они в том числе должны распространяться на каждого отдельного человека. В том числе на человека, который сегодня задал этот вопрос. Если сегодня парень, девушка, кто заканчивает учебное заведение на бюджетной основе, учился хуже, чем его товарищ, почему сегодня государство вкладывает дело, делает социальный заказ? Государство – это определенная фабрика, это производство, производство культурных, духовных, экономических процессов, и в том числе и продукта определенного. И в котором существует определенный заказ, заказ на работников. И государство делает заказ. Человек, который сегодня заплатил налог, он хочет, чтобы была обеспечена медицина не только у него, но и у его бабушки, и у его дедушки, который живет в деревне, где-то, может быть, на регионе и вообще в стране, для того, чтобы не было определенной социальной напряженности в Минске, чтобы не рванули все сюда в Минск, для того, чтобы условия были и там в том числе. И для этого формируется заказ на определенную профессию, на определенные специальности. Если сегодня человек учился хуже, чем его товарищ, у тебя есть линейка, вот ты учился на дни десятки, ты остаешься в Минске, вот у тебя возможность есть сегодня учиться за свои деньги, пожалуйста, это не социальный заказ, это возможность, которая есть у тебя. И родители дают тебе площадку, допустим, или твои родственники, и ты можешь туда учиться и работать, вот где он там работает, на коммерческой частной компании, ради бога оставайся. Но если в тебя вложили деньги, не родители, а государство, извини, будет добр, есть законодательная основа, это одна плоскость. Вторая, сегодня произойдет передел, грубо говоря, может быть, каких-то ценностных ориентиров, который был, может быть, даже полгода назад. Сегодня, посещая учебные коллективы, образовательные коллективы в учебных заведениях, уже далеко не те разговоры, которые были, и которые, может быть, сегодня озвучиваются вопросы в том числе. Сегодня молодежь уже не озадачивается вопросом, как мне увильнуть от распределения. Уже сегодня просятся для того, чтобы получить распределение. Гарантированную работу. Гарантированную работу, потому что получить право первого рабочего места, это в Европе большая сегодня проблема. Поэтому еще не факт, что сегодня тоже парень потом не попросится, когда у него развалит, не дай бог, частная компания. Многие из наших талантливых молодежи уезжают по окончании вузов работать в Россию или за границу. Там больше платят, там можно заработать на жилье. Что нужно, чтобы удержать именно талантливую молодежь в Беларуси? Для этого много делается. Для этого делается много, но это вопрос всеобъемлющий. Он сегодня затрагивает не только вопросы экономики, не только вопросы, связанные с заработными платами. Это всеобъемлющий вопрос. Связанные и с жильем, связанные сегодня и с условиями, которые могут быть созданы для молодой семьи. Которая, естественно, стремится иметь детей, иметь свою крышу. Над головой собственный дом или, не знаю, собственную квартиру. Это всеобъемлющий такой подход, который сегодня характеризуется зачастую таким вот даже выражением. Я хотел бы зарабатывать там, а жить здесь. Видите, есть паритет. Есть нечто серединное. Для того, чтобы задержать людей, так скажем, может быть, это непопулярно звучит, но задержать людей можно посредством создания, в том числе, конкурентных условий, которые должны мы выдержать в образовательной системе. Создание системы рынка труда. Это конкуренция. Серьезная конкуренция, которую в ближайшее время, скорее всего, мы войдем. Потому что баллонский процесс, который у нас в ближайшее время придет, в том числе, придет на нашу образовательную систему и свалится, по-другому не назову, на головы и педагогов, и системы образования. Еще не знаю, каким образом мы сумеем с этим справиться. Потому что, на самом деле, это тяжелейший процесс интеграции европейской пространства. И конкурирование в нем. Да. Вопросов очень много. Я думаю, что вам придется еще у нас как-нибудь побывать в гостях, потому что время эфира чуть ограничено. Вы один раз в интервью сказали, что люди должны участвовать в совершенствовании экономической модели государства. Вот как вам это видится? Участие отдельно взятого человека в совершенствовании вообще в целом модели экономической. Участие в жизни общества подразумевает участие в общественных формированиях, в общественных обсуждениях. Поэтому, если человек будет сидеть на кухне и пожевывая котлету возмущаться, либо строить какие-то виртуальные планы, наверное, это не участие в жизни государства. Социально активная позиция. Социально активная позиция человека, и в социологии даже есть понятие такое, социальная активность общества, которое либо получает какое-то развитие, либо нет по определенным в том числе и объективным причинам развития общественных формирований, предоставлению возможностей в обществе для реализации своих каких-то инициатив. Это обоюдный процесс. Либо апатия человека, либо непредоставление ему возможностей. Вот этот баланс необходимо сегодня соблюдать. Государство сегодня выстраивает эту возможность. Но и человек должен быть не, так скажем, непассивен. Он должен сегодня понимать, что без его инициативы и свою судьбу он в том числе не сумеет выстроить так, как он хочет. Значит, вопросы по бизнес-инкубаторам, это да, очень глобально. У нас время немножко ограничено. Вы знаете, я хотел вспомнить, мы буквально пару дней назад встречались в этой студии с участниками выставки СМИ в Беларуси, которые представляют диаспоры белорусские в Прибалтике. Латвия, Литва, Эстония. И они так однозначно понимают и трактуют национальную идею, любовь Беларуси и так далее. Им она вот абсолютно ясна. У нас же ведутся постоянно споры, какая она должна быть, национальная идея. Вот наше интервью я бы хотел закончить вопросом к вам. Вот как вам видится национальная идея Беларуси, о которой сейчас много говорят и которая, в общем, пока не сформирована. Знаете, вот буквально недавно мы собирались, опять же вы сказали о том, что вы приглашали сюда представителей, участников выставки СМИ Беларуси, а мы общались с людьми, которые, ну, может быть, не впрямую, но являются аналитиками. Это преподаватели, это люди из науки, это журналисты, люди, которые были приглашены для того, чтобы, так скажем, порефлексировать над понятием национальной идеи, идеологии. И скажу, вот для меня было определенным таким, ну, не то что откровением, но даже уколом то, что, знаете, что один из участников сказал, знаете, что у нас давно идеология сформирована. У нас сформированы четкие понятия, когда зародилась республика, у нас есть герб, у нас есть флаг, у нас есть два языка. Слушайте, у нас все есть, уже определено. В теории да. Но за еду, за одежду ругаются, дерутся, а за идею жизнь отдают. За что жизнь отдавать будем? Вот этот вопрос, он повис в воздухе, и скажу откровенно, он до сих пор находится именно там. Понять, за что жизнь отдавать будем? За какие ценности, за какие идеалы, смыслы, ценности? До сих пор для большинства людей вопрос. Но в то же время, скажу прямо, есть основы, которые непреклонно зарождают идеологию, идею. Это образ врага. Он должен быть. Если, как только он появляется, тут же появляется вообще консолидирующая идея. Просить кого дружить будем? Это опасное такое направление. Не может быть это великое счастье, что вот в этом понятии у нас нет идеологии. Но я так говорю утрированно, она у нас есть, она сформирована, у нас есть теоретические основы. У нас нет образа врага. Но у нас нет образа врага. Это великое счастье. Но идея, которая консолидирует, это мир, это спокойствие в стране. Это, казалось бы, для нас те понятия, которые стали обыденными, они у нас есть. Они позволяют созидать, развиваться в государстве и молодежным каким-то ценностям, ориентиром, и создавать, развивать экономику. Это тяжелейший процесс, но он есть, он движется. А те, которые идеи будут консолидировать, из-за которых рубаху на себе порвем, я думаю, накопим и в ближайшее время они будут у нас. Спасибо. Это было мнение заместителя главы администрации президента Игоря Ивановича Бузовского. Спасибо, что пришли к нам в эфир. Может быть, когда-нибудь вопросы-то остались, мы еще встретимся. До свидания, дорогие товарищи. Мы еще встретимся завтра в рамках проекта «Твое сегодня». Всего самого доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова